А дело в том, что я решила открыть новую рубрику о здоровье. Сейчас объясню почему. Здравствуйте. Я говорю вам здравствуйте. Это значит, что все будет сегодня о здоровье. Все, кто заглянул на мой канал, возможно, вы прочитали название, возможно, вас это заинтересует. Оставайтесь, я вам сейчас расскажу, в чем дело. Я решила открыть новую рубрику о том, как я лечусь. Возможно, вы присоединитесь, возможно, я буду вас мотивировать на что-то. Потому что я такой ленивый человек, что самостоятельно делать какие-то упражнения для здоровья я не могу. Я это выяснила. Мне нужно какую-то подружку, которая бы вместе со мной хотя бы делала. Лучше там 2-3, но за неимением, что я решила сделать? Я решила записать себя, как я делаю эти упражнения, включать и сама себя мотивировать каждое утро. Сейчас объясню, почему я это решила. Все, до поры до времени, бегаем, прыгаем, как говорится, но возраст берет свое. И вот в один прекрасный момент я, вдруг поднимаясь по лестнице, почувствовала боль в левом колене. Такая была сильная. Но сначала я не очень обратила внимание, но это повторялось и повторялось. Именно при подъеме по лестнице. То есть идет нагрузка, усиленная на колено, и она чувствительна. Мне это не понравилось. Думаю, если я буду запускать, так дальше будет еще хуже. Когда я стою, когда я хожу, я это не чувствую. Но когда я поднимаюсь по лестнице, это очень ощутимо. Я решила как-то исправлять эту ситуацию. Стала искать интернеты. Но что в интернетах у нас самое легкое для нас? Что-то съесть, чем-то намазаться, и все само по себе пройдет. Что я, в принципе, сначала и думаю. Ну, есть я не люблю. То есть какие-то таблетки я принимать обезболивающие никогда не буду. Я все стараюсь, ну, натуральные какие-то травки, муравки и так далее. А что касается натирок, то мне посоветовали там хондроксид. Солевые повязки я делала, что она вытягивает соль. Возможно, это как-то чуть-чуть помогает. Но так как у меня вот так вот не болит, когда я сижу, стою, хожу по прямой, то у меня не болят колени. И я не чувствую это. Я не поняла даже, помогает это или не помогает. А вот, как бы, на остальное я еще не решалась. И вот один раз я поехала, так получилось, в одном месте я была где-то с месяц. И там нужно было в течение дня несколько раз подниматься вверх-вниз по лестнице, на четвертый этаж и обратно там до второго. Второй, четвертый, второй, четвертый. Вот так вот в течение дня несколько раз бегала по лестнице. И когда я только туда первый раз приехала, мне очень тяжело было подниматься. Думаю, ну как же я тут смогу вообще подниматься, ходить вверх-вниз. В общем, было напряженно. Но было напряженно буквально первые два дня. Потом я почувствовала какое-то облегчение. Лучше, 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 лучше. И я поняла, что это помогает. Вернувшись, я стала опять-таки изучать эту тему и выяснила, что есть упражнения. Выяснила абсолютно все, почему оттуда берутся эти боли в коленках, в суставах. И от чего это все исходит. Послушала видео специальных врачей, спортивных врачей, которые рассказывают все это подробно. Я изучила и вышла на упражнения, которые делать нужно, чтобы не болели колени. И я думаю, ну все, займусь-ка я этими упражнениями. И знаете, я вам хочу сказать, ну конечно, один раз я сделала и помогло, мне кажется. Даже с первого раза помогло. Потому что когда я уже поднималась потом по лестнице вверх, то я не чувствовала боли. Но там нужно делать это ежедневно, стараться и, ну может 15 минут в день, потихонечку. Особенно если те, у кого уже это запущено, у кого в коленях сильные боли, это не сделаешь, конечно, с первого раза эти упражнения. Нужно по чуть-чуть, по чуть-чуть каждый день прибавлять, прибавлять и делать. И как вот послушала я докторов, так это все вообще элементарно. Я не врач, вам пересказывать не буду, чтобы потом не было ко мне каких-то претензий. Но что я решила? Долго не буду затягивать. Вот прямо сейчас, с сегодняшнего дня, я покажу три главных таких вот упражнения. Упражнения китайских, китайцев, которые советуют, чтобы не болели суставы и колени делать. А далее еще куча есть упражнений. Но это можно потихонечку, потихонечку прибавлять. То есть неделька будет вот у меня вот, а я буду вот такие вот упражнения для себя делать. Утром включаю и делаю. Если вы хотите, чтобы у вас не болели колени, если вы хотите это все делать с компанией, чтобы не одному это веселее, то включайте мое видео и делайте. И вам будет не только весело, но и полезно. И к тому же я еще хочу сказать, я буду вам рассказывать, если вы еще пока не решились делать со мной вместе, результаты тех моих упражнений, что я чувствую. Это будет, ну, может, раз в недельку, где-нибудь так вот я буду выкладывать. Не могу сказать, что это будет в определенный какой-то день, но раз в недельку постараюсь записывать, потому что будут еще другие упражнения. Они не тяжелые, но нужно потихонечку, потихонечку, если сильные боли в колени, привыкать. Итак, ребята, начнем. Итак, приступим. Для начала я вам рекомендую включить какую-нибудь приятную музыку, чтобы вы были расслаблены, вам было приятно от того, что вы делаете, чтобы это было вам не в тягость, как это делаю обычно я. Итак, включаю хорошую музыку, сажусь свободненько. Это первое будет упражнение, если у вас, допустим, очень запущены колени, то вам для начала хотя бы вот это упражнение попытаться делать. Садитесь к стеночке близко, расслаблены, ноги на ширине плеч, без какой-либо обуви, спокойненько сели, ручки положили на коленочки. И первое упражнение будет такое, что вращательные движения вот таким вот образом, мы можем сначала вовнутрь раз 15 и потом обратно против там часовой стрелочки, а, по часовой уже стрелочке пошли, да, по часовой стрелочке пошли еще раз 15. Вот таким вот образом. И вы уже почувствуете, даже если почувствуете какую-то небольшую такую боль, не обращайте на это внимание, делайте это через боль, потихонечку. Если совсем более посидели, отдохнули для начала, для начала. Потом это все темп будет повышаться. Вот сначала все вовнутрь. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И когда будете делать, вы почувствуете вот здесь вот натяжение. Вот этих вот. Это как раз те мышцы, которые нам нужно с вами привести в движение, расслабить. И теперь в обратную сторону. Это мы делали вовнутрь. Теперь в обратную, во внешнюю сторону. Но тоже пятнадцать делаем. Раз, и два, и три, четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь, девять, десять. И еще пять раз. Закончили. Вспомнили? Была когда-то производственная гимнастика. Там тоже делали вот так же. И закончили. Следующее упражнение посложнее. Но его обязательно нужно делать, потому что я с него, в принципе, начала. Вот это я еще, как бы так, ленюсь делать. А вот то, которое я вам сейчас покажу, я его делаю, и оно очень хорошо помогает. Это нужно вот так вот сесть. Таким вот образом. Да, не забудьте постелить обязательно что-то мягенькое себе на пол, если вы на полу находитесь. Чтобы коленки у вас не на жестком полу были, а именно на чем-то таким. Вот у меня коврик, вы можете там, может, одеяльце какое-то постелить. Может быть, и коврик такой же какой-то там гимнастический. И вот таким вот образом, сейчас я не взяла, к сожалению, я сажусь просто так. Я уже могу сесть нормально, просто так, без проблем, ничего не болит. Если у вас коленки уже запущены и вам тяжело, обязательно сюда положите вот так вот между, вот где икры у вас лежат, прямо на икре, положите сюда такую, либо валик сверните с одеяльца или с полотенца там такого, или подушечку какую-то положите, вам будет легче. И очень тихонечко, тихонечко вот так вот присели, чуть посидели, сколько сможете, ушли, еще посидели. Дальше вы с каждым днем по чуть-чуть сможете, сколько вам позволит ваша боль, вот таким вот образом садиться. И сидеть, хоть 10, хоть 15 минут, это уже нарастающий, нарастающий, нарастающий. Я могу, у меня проблем нет, слава богу, как говорится, коленки не чувствуют это. Но это очень сильно помогает хорошо, вот это вот, именно вот это упражнение. Вот. И следующее упражнение, это на этих же коленках ходить. Вот здесь, ребята, у вас не получится, все бегут, 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 бегут. Это может быть, когда пройдет годик, то мы будем ставить такую музыку, и с вами вот так все бегут, 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 бегут. А пока вы ставите вообще такую музыку, как топ, топ, топает малыш, в самой подорожке, милый стриж. Или еще какой-то медленней, и вот так вот дальше обратно, опять-таки на тех же коленках. Очень удобное упражнение. Девчонки, мальчишки, запоминайте и делайте, не ленитесь. Это ваше здоровье. Прежде всего ваше, и кроме вас оно никому не нужно. Если сейчас будете лениться, если у вас чуть-чуть, вот как у меня заболело, я сразу схватилась что-то делать. Потому что если сейчас будем лениться, то потом еще хуже, еще хуже, еще хуже. Не то, что при подъеме будет болеть, а вообще будет болеть. Я хочу сказать, здесь многим уже живущим в Германии, которых я знаю, многим моим знакомым, поменяли суставы. Но здесь даже врачи до определенного возраста, вот допустим, пришла моя знакомая, там ей 50 с небольшим лет, ей не стали менять суставы. Не стали менять, у нее дикие боли были в коленках, ее стали лечить там всякими уколами блокадными и так далее. Но ей не стали менять суставы, потому что, говорит, нет, еще возраст у вас такой, который не позволяет вам менять суставы. То есть здесь смотрят даже не на деньги, что могли бы там каким-то образом заработать на этом. Но нет, они не советуют. Поэтому пока эти либо менять суставы, либо покупать какие-то дорогостоящие обезболивающие мази, которые только приглушают боль, но не решают проблемы, либо делать упражнения совершенно бесплатно. Поэтому решайте, что для вас важнее. Это же ваше здоровье. Я вам рекомендую. Вот я специально стою сейчас перед вами на коленях, на коленях, и прошу вас заняться своим здоровьем. Я могла бы встать и говорить вам это все стоя, но нет, не хочу. Понятно вам, ребята? Я думаю, что вы, вот это два упражнения. Третье упражнение, а это уже три я вам показала, три упражнения. Но на сегодня, наверное, хватит. Значит, еще раз повторим, какие я вам показала упражнения. Это вот то, что сидите вплотную к ней. Операться вот так нельзя. Без опора просто положили сюда руки, руки, ноги на ширине плеч, и вращательное движение во внутрь и в обратную сторону. Раз по 15 вот так вот поделали. Если у вас болят коленки, через боль по чуть-чуть себя заставляйте. Я потом вам все расскажу. Я же не врач, но просто, как говорят врачи, противопоказаний вот этому нет. Поэтому не надо себя жалеть, не надо сильно так уж бояться. Если очень сильная боль, ну, нестерпимая, тогда по чуть-чуть. По чуть-чуть, но делайте. Все, ребята, надеюсь, что вам понравилась моя гимнастика. Надеюсь, что вы будете каждый день ее делать. И опять-таки раз в неделю, в следующую неделю я постараюсь вам рассказать другие упражнения. Возможно, вам другие понравятся больше. Тоже, опять-таки, они для коленок, для суставов. Возможно, вам они понравятся. Там тоже более легкие, я могу сказать. Здесь я вам с самого начала показываю сложные. Потому что, если колени болят, то, конечно, ходить на них или там стоять, то это сложнее, чем делать те упражнения, которые будут потом. Но вы для себя выберите. Все. Оставайтесь на моем канале. Берегите свое здоровье. Будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Вы на меня не смотрите, ребята. Я уже делала эти упражнения, поэтому мне легко. Я не сегодня их начала делать, а несколько дней назад. Поэтому я уже могу. Хотя вот сейчас наступаю на эту ничего, а наступаю на эту, и слабая боль чувствуется. На больную колено слабая боль еще чувствуется. Но она уже такая слабая, что мне это просто доставляет удовольствие. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok